всем здорово всем доброе утро спите куда мы приехали с самого утра на дачу здесь такая классная погода ворота мы открыли кто-то уши ездил туда себе на дачу как-то тоже заедем посмотрим мы кое-что приобрели настя девушка нам кое-что отдал нам это надо поэтому нам ну и приедем сейчас выгрузим и поищем поляные перчатки короче вау короче мы приехали вот смотрите вот эта улица есть ли на улице вот столько много воды вот посмотрите видите сколько воды много целая улица то туда в подвале вода будет 100 пудов пойдем так ну что мы приехали варежки кто первый найдет варежки давайте давайте хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп варежки варежки короче еще есть а я вижу уже отсюда кто там лёха о соседи здесь нашли сколько они здесь плесни есть ну окей там и нам на батарею кинемся ну нашли перчатки варежки супер так соседи здесь лёха здорово о здорово здорово как дела а полина дома дома она влепая короче нас девушка еще раз повторюсь нас девушка нам отдал морозиловку морозиловку и мы ее привезли она в идеальном состоянии мы так подумали что она нам здесь пригодится потому что у нас бывает так что когда летом мы живем здесь весной нам некуда нас морозилка постоянно полная и нет места в морозилке а тут у нас будет отдельная морозилка это будет шикарно круто аккуратно не провались мы сможем заехать поехать в литву в магазин отовариться на целую все купить все что угодно и все это спрятать все так тепло даже хочется что то делать реально ты меня поражаешь давай остаёмся знаешь что я проявлял план ты садишься машину я стою здесь я топлю печку забираешь детей приезжаешь и уже что будем делать ну давай в другой день так как так честно сделано растопим баминку и мы тебя вообще здесь можно ночевать оставить и делать что хочешь да а мы потом завтра на следующий день за тобой приедем вообще не понимал как он от дедушки все это ау спустил по подъезду мне еще дедуля отдал дай эту тарелку мне дедушка отдал тарелку покажи винтажную. Она такая большая. Ну, покажи ровненько так. Нет, ну, блин, сай. На столе, на даче. Она очень большая. Блюдо целое. И такие, покажи, для мороженка, для десертиков, для, не знаю, даже порционных салатиков. Но это такие, это не сильно винтажные, это уже такие из нового что-то. Ему не нужно просто. Максюш, ножки намочишь. Ага. Давай, это я здесь оставлю, а темы домой пока возьмем. Мы даже и не думали, что нам нужна сюда морозилка, да? А мы не думали. А оказывается, дедушка предложил. Оба-на! И нам очень она пригодится. Потому что, на самом деле, когда лето, сезон, мы забиваем нашу морозилку, знаете ли, это мороженого много, да, какие-то мясо, что-нибудь еще остается. Ого, ого. Бог в помощь. Тебе помочь вообще? Нет? Куртку береги. А, хорошо. Да даже какие-нибудь там ягодки морозить, то-се. А мы все думаем, видите, мы же так и не убрали стиралку. Жива, не жива, интересно. Лотерея. Узнаем потом. Ну, шикарно. Конечно, шикарно. Надо здесь все помыть. Ну, мы помоем, конечно. Внутри чистенько, а снаружи очень много места. Просто балдеж. Макс, ты представляешь, сколько мороженого мы туда напокупаем, да? Хочется уже быстрее, конечно, все здесь делать, приезжать. Правда? Да, конечно. А в баню с друзьями? Мы так и не съездили опять же этой зимой. Мы планировали. Что тебе там зацать? Мы планировали. Может, сейчас еще и надумаем, да, ребят? Ой, Максим, сходи к пацанам поиграй. Да, что ты меня? Позови его. Короче. Ай, хочу здесь быть. Хочется здесь все менять, убирать. Нам надо... Кстати, почему мы не убрали вот эти впервые? Плетеные. Это ты из Германии, да? Он из Германии привозил. Из Германии привез. Потому что у нас там красиво очень уже. Мне не хочется с улицы туда таскать все. Ну надо. У нас красиво уже. И здесь стол мы поменяем. Штулья все выкинем. Нет, два этих оставим. Эти в стуле выкинем, потому что они уже все-таки классные. Хочется красиво. Диванчик хороший, мы помоем. И стульчики у нас шесть. А может, тогда эти не нужны, они громоздкие. Посмотрим. И еще мы должны перевесить эту лампу. Да. Это ржавчина. Знаете почему? Паши тоже не убрал. Нет. Потому что я его перенашиваю, а вы его тащите. Да. Кстати, я еще в этом году не убрал колонки. Мне было лень. Даже буфер ставить здесь. Уже, наверное, отсырел. Ну да. Я его не убрал, потому что он уже в прошлом году был испорченный. Когда мы громко слушаем музыку, он уже крепел. Ты просто хотел новую музыку сюда. Ну, приобретем что-то. Если будет испорчено, приобретем. Так лучше бы не такую технику. Сейчас, Зайка. Не такую, которую вот эту сложную. Лучше колонку обычно. Ну, эту. Это джебе обычно. Ну. Такую. Ну да. Была бы такая партия боксера. Да. Партия моего. Ну, Артемий там с папой что-то делает, работает. Иди посмотри. Кстати, мы пьем чай. Мы взяли, накачали водичку. Подогрели. Скипятили. И Настюшка сделала чаек. Молодец, Зайка. Ой, честно, сегодня здесь очень хорошо. Здесь всегда очень хорошо. Но сегодня особенно, потому что ветра нет. Снежок. Сейчас где-то на улице ноль. Может, плюс один. Шикардос. Ну, еще месяц. Месяц нужно чуть-чуть потерпеть. И с марта тогда уже можно начинать. Все зависит от погоды. Чего, Синуль? Вернулись в город. Взяли из дома целый пакет бутылок пустых. Сейчас с Максимкой пойдем сдавать. Типа дают. Давай, давайте. И погнали, и погнали, и погнали, и погнали, и погнали, сынуль. Туалетную бумагу взяли. Помидорки взяли. Я захотел себе взять флосанчик от нас обычный. И Поленечка нас просила. Господи, Поленечка нас просила. Максимка просила нас сегодня купить яблочки. Но здесь не очень яблочки, нет, Зая? Ну да. Или не очень? Не знаю даже, что взять. Так, взяли апельсинки, и Максимка держит оба яблочки и прячет. Понравилась мне вот такая вот цугалища кипис. На, Максим, положи в корзиночку. Что у нас здесь еще? Два пачки курика, две пачки фарша, масло взяли, сосиски взяли еще. У нас по расписанию обед. Насюшка уже поела. Я вот уже откусил хлебушек. Сделал себе картошечку. Залил его майонезом чуть-чуть. Здесь у меня... Кто помнит, что у меня, что у меня здесь? У меня здесь рыба. Занька, расскажи, что у нас произошло, пока мы ехали на дачу. Видео, блин. Насюшка добавляет видео. Пока ехали на дачу. Пока мы ехали с дачи домой. Мы уже к дому подъезжали. Семья на ржет. К дому подъезжали, и дети звонят, говорят, градусник разбили. Вы представляете, разбили градусник ртутный. Привут, они знают, потому что я запугала и говорила, что это категорически нельзя разбивать, но чтобы они были очень с ним осторожны. Я вообще не понимаю, зачем они его потрогали, что они хотели сделать. Я не понимаю, но разбили градусник, Полина разбила. И мы приехали домой. Мы пока ехали домой, мы в интернет забили, как убрать эту ртуть. Ну, такая была ситуация, на самом деле, один раз в старой квартире. Десять лет назад, наверное. То есть не больше. Тогда мы тоже все убрали, какое-то первое время переживали. Потом почитали, что в градуснике не содержится ее столько, чтобы получить какое-то отравление. Ну, конечно, да. Не до бога там чего. Лишь бы ее не трогать, там внутрь никуда не ссувать. Мы убрали, проветрили, намыли все, где было. Сейчас проветриваем, поэтому я сижу в пледе, а детей не пускаю в комнату. Ну да, мы досконально все помыли, все почистили. Не пускаю, потому что холодно. Даже мыли с содой, потому что прочитали в интернете, что после этого нужно помыть все с содой. Короче, мы сидели-сидели дома. Приехать. Квали с Сашей в гости. Просто на чай, на кофе пообщаться. В магазине мы купили печеньки, купили вот такой вот тортик. Майонез Велветс. Мы пробовали уже и белый Велвет, и красный, а вот черники мы еще не пробовали. Сегодня будем пробовать с кофейком. Девочки у нас уже рисуют разные рисуночки. Молодцы, очень красиво. Настюша с Мариночкой свали, отдыхают. Молодцы, девочки. Ты нянчишься с вами, да? Да, у меня вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Магодетный отец. Слышишь? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три, пять, шесть, семь, восемь. Отойди! Слышишь? Слышишь? И едем, едем домой. Все. Сейчас Мариночку отвезем домой. И поедем. Короче, друзья, мы приехали домой. Наших детей мы положили спатки. Сейчас, Настюша, мы тоже уже в постельке. Будем ложиться спать. Так что, на сегодня мы будем заканчивать видосик. Спасибо, что вы у нас есть. Подписываемся, ставим пальчики вверх. И с вами мы увидимся завтра. А сегодня, татар.